МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ В эфире Гомель и это студия на Пушкина 8. Жизнь Гомеля и области в лицах и комментариях. Все самое интересное в ближайшие 40 минут, как на ладони. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в центре внимания жизнь людей с ограниченными возможностями. Как сделать ее без барьеров? Об этом мы не только говорим сегодня в ближайшие 40 минут. Итак, мы начинаем. Я с удовольствием представлю гостей в студии. Первый заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского обл. сполкома Александр Копытков. Александр Васильевич, добрый день. Здравствуйте, просим. АПЛОДИСМЕНТЫ Председатель Гомельской городской организации общественного объединения Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам, заведующая отделением дневного и круглосуточного пребывания для молодых инвалидов и детей-инвалидов «Майский цветок» Наталья Семеняка. АПЛОДИСМЕНТЫ Наталья Григорьевна, рад видеть. Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Заместитель директора унитарного предприятия светотехника Валентин Изотов. Валентин Павлович, добрый день. АПЛОДИСМЕНТЫ И лидер волонтерского движения по защите бездомных животных в Гомеле Светлана Лапо. АПЛОДИСМЕНТЫ Света, здравствуй. Александр Васильевич, Беларусь, безусловно, социально-ориентированное государство. Какие действия наша страна предпринимает для того, чтобы создать ту самую безбарьерную среду? В сентябре 2015 года наша республика приняла конвенцию, по правам инвалидам. Это последняя страна в Европе, которая приняла эту конвенцию. Почему не спешили? Потому что лежит большая ответственность перед инвалидами, перед людьми с ограниченными возможностями, и выполнять их надо со всей ответственностью. Поэтому конвенция подписана, и сегодня поставлены всем задачи для выполнения тех проблемных вопросов, которые существуют сегодня в нашей области. Здесь задействована, наверное, сегодня и строительная отрасль в первую очередь. Мы выполняем программу, например, по программе 2015 года по безбарьерной среде. Мы вложили 6 миллиардов рублей в этом направлении. Значит, задействованы было сделано 1043 объекта инфраструктуры. Поэтому задействованы большие, огромные и средства, и лица, которые занимаются этими вопросами. То есть безбарьерной средой сегодня практически надо заниматься каждому руководителю любого учреждения, где он находится. От магазина до крупного предприятия. Да, до крупного предприятия. Все же, говоря о такой достаточно сложной теме, нельзя не обсудить и проблемы. Ведь без этого мы не сможем двигаться дальше. Какие основные такие болевые точки сегодня есть у нашего региона в рамках этой темы? Есть белорусское товарищество инвалидов по зрению, для которых делается, ну, сказал бы, не то, что недостаточно. Практически на сегодняшний день из самых простых вещей, которые можно сделать, допустим, на остановках троллейбуса, автобусов, на уровне глаз должны висеть информационные таблички. У нас пошла уже, так сказать, третий срок, пятилетка началась. А мы ничего в данном отношении по Гомельской области, в частности, не сделали. Ну, появляются, вот я знаю, в центре кое-где и такие цифровые табло, где крупный шрифт. К сожалению, для инвалидов по зрению, они же не могут, они высоко расположены. И если, я не только инвалидов, а вообще слабовидящих в целом, много же пожилые люди, которые плохо видят, к сожалению, они же не увидят те таблички информационные, которые вверху. Если на уровне глаз, да, можно подойти, почитать, поймать информацию. А так абсолютно ничего. Что касается зданий, первая, последняя ступенка, должны быть выкрашены цветы. Даже то, что сегодня делается и сделано, оно не соответствует той безбарьерной среде, которая должна быть. Ну, или не всегда соответствует? Вы уже так прямо не обрезаете? Нет, я прямо говорю. У нас только на вокзале есть, где как бы выделена желтой полосочкой первая, последняя ступенька. Поликлиники и госучреждения здесь сделаны, выкрашены в красный цвет. Это не соответствует. Я понял, Александр Васильевич, но в любом случае работа ведется в этом направлении, да? Работа ведется сегодня, и озвучку делаем по зрению инвалидов, по зрению, значит, в автобусах, в транспорте. Но, конечно, здесь замечание правильное. Надо больше уделить именно больным или физически ослабленным людям. По зрению, значит, надо больше уделить внимание, наверное, на этом этапе. Я хотела бы сказать, что не хватает, конечно же, низких подходов в транспорт, в автобус. Очень высоко, очень проблематично. Мне, как человеку с костылями, так сказать, да, очень-очень проблематично. И не везде есть высокие бордюры, ну, везде больше всего, да. И пандусов очень мало, и иногда даже где-то нету перил. Очень высокие ступенки. Ну, то есть, в любом случае, наверное, те здания, которые вновь появляются, да, возводятся? Там есть, да. Но вот если вдруг, допустим, мне я буду говорить за себя, куда-то нужно, мне, допустим, не везде хватает перил. И самая главная проблема – это транспорт, конечно же. Ну, мы, конечно, с вами понимаем, что это огромные затраты. И моментально этот вопрос, правда, не решит, да, Александр Васильевич? Я добавлю по транспорту. За 2015 год у нас введено 147 единиц транспорта, низкопольного транспорта. А в настоящее время, сегодня у нас 542 единицы низкопольного транспорта, которые обслуживают нашу Гомельскую область. Поэтому это затратно, конечно, но мы сегодня идем в том направлении. И обучаем, проводим обучение среди водителей, контролеров для того, чтобы подъезжали. Чтобы они могли помочь. Могли и подъезжать правильно, значит, к этой остановке. И чтобы низкопольного транспорта было, конечно же, больше. Когда зимний период, когда коммунальные службы, снег, который они убирают с дороги, они весят полностью на остановку. И когда люди выходят из транспорта, они через эти сугробы перелазят, да, в буквальном смысле этого слова. Ну это только, наверное, на каких-то заброшенных остановочных пунктах, потому что так, в принципе, должно быть очищено. Я сталкивалась когда на ЗИПе, вот остановка, которая очень многолюдная, это очень часто. Когда ты просто вот стоишь и вынужден просить у людей помощи, хорошо, если помогают. Очень часто помогают. Но бывает такое, что ты просто в буквальном смысле слова перелазишь через эти сугробы. Есть еще одно мнение, пожалуйста. Это очень хорошо, когда есть информация о прибытии автобусов в общественное пользование. Например, приходят там час-десять, так, все. Но они привезены так высоко, что практически я уже не могу увидеть, сколько, во сколько приходит или там автобус. Поэтому, поскольку эта тема как бы обсуждается здесь и вот на таком уровне. И это при том, что инвалидом по зрению вы себя назвать не можете? Нет. И все равно не можете увидеть? Да, я иногда обращаюсь к более молодым парням, там, ну, посмотри, высокая автобус, там, 10-15. Ну, она, конечно, подсказывает. Но будем надеяться, что соответствующие службы нас смотрят и услышат. Талия Григорьевна, когда тема нашей программы для вас и вашей семьи стала особенно близка? В 92-м году я стала мамой и родила дочь с особенностями психофизического развития. И вот дочь изменила, в общем-то, полностью мировоззрение мое и отношение к жизни. Она меня привела в профессию. Я без малого 20 лет работаю практическим психологом сначала в сфере специального образования, а затем в сфере социальной защиты. И 6 лет назад мы, как инициативная группа родителей, организовали общественную организацию. Наша общественная организация республиканского статуса, мы организовали свою структуру в городе Комире. То есть сначала вы помогали себе в первую очередь побороть тот самый психологический стресс. Сегодня делитесь советами охотно с такими же семьями. Что вы посоветовали нашим зрителям? Рождение ребенка с особенностями – это стресс. Но это не следует рассматривать как трагедию. И есть в психологии такой термин – принцип нормализации. Вот нужно постараться жить обычно, как всякий человек, вести нормальный образ жизни. То есть если у вас была работа, то постарайтесь ее сохранить. Пусть это будет полставки, пусть это будет немножко другого качества работа. Ни в коем случае не старайтесь, скажем, ограничить дружеское общение, которое у вас было до появления ребенка. Не ограничивайте вниманием других детей в семье. С одной стороны, это все звучит достаточно просто. Но когда проблема касается конкретного человека, наверное, выбраться из этого психологического кризиса как раз-таки очень сложно. Вот специалисты вашего центра охотно помогают и в таких случаях? Безусловно, безусловно. И, в общем-то, отчасти, наверное, и создание нашей общественной организации было связано с этим. Потому что когда я работала заведующей, да, то есть, ну, вот этот административный, была такая ступенька, да, которая меня отделяла. Когда мы существуем как общность родителей, конечно, мы можем говорить на равных. И я хочу сказать, что очень большую помощь оказывают мамы. Потому что те мамы, которые уже прошли этот жизненный путь, да, когда они адаптировались к этим проблемам, они очень могут быть полезны другим мамам, которые только столкнулись с этой проблемой. А вы руководите отделением дневного и круглосуточного пребывания для молодых инвалидов и детей-инвалидов, которая уже 10 лет единственная в Белоруссии, подчеркну, единственная в Белоруссии, оказывает услуги по социальной передышке. Что это значит? Да, действительно, мы уже достаточно давно работаем, причем единой командой. В этом году уже будет 12 лет нашему опыту. Социальная передышка означает, что мы даем возможность действительно родителям немножко передохнуть. Они могут оставить детей у нас в отделении. Мы работаем очень гибко. Кому-то необходимо несколько дней в неделю, кому-то может быть неделя раз в месяц. Кто-то работает в сменном режиме, и тогда мы поддерживаем семью, когда совпадают смены работы. А кто-то, в общем-то, обращается к нам в каникулярное время. Обычно это работающие родители. Хорошо, это в первую очередь досуг этих деток, или же в том числе и медицинская поддержка? Это не только досуг. Но мы не говорим о медицинской поддержке, поскольку мы являемся учреждением социальной защиты. Но если мы говорим о детях с тяжелыми ограничениями, конечно же, важный аспект нашей работы – это качественный уход и присмотр. Чтобы родители нам доверяли и знали, что мы не хуже позаботимся о их детях. Это очень важный аспект нашей работы, но также и развивающая деятельность. Конечно, все родители детей, которые посещают майский цветок, очень благодарны майскому цветку, очень благодарны работникам майского цветка. Настолько раскрывают они наших детей. Вы понимаете, когда человек с ограниченными возможностями развивается дома, в четырех стенах, он не видит, он и может общаться так, как они общаются в майском цветке. И огромное спасибо и Наталье Григорьевне, и всем работникам майского цветка за то, что они научили наших детей дружить, научили наших детей выступать, научили наших детей искренности. Они очень добрые и очень искренние. И поэтому огромное вам спасибо. Я хочу запомнить о том, что вы говорили, я хочу запомнить, есть такие люди, как мы, и есть такие центры. Спасибо огромное майскому цветку. Я много чему там научилась. Майский цветок, он как родной дом. Там очень уютно, туда хочется приходить снова и снова. Это главное отличие всех центров. Спасибо. Кстати говоря, это же яркий пример того, как государство помогает сделать жизни людей с ограниченными возможностями лучше. Ведь появление майского цветка, этого отделения дневного и круглосуточного пребывания в Гомеле, это же как раз таки совместно в проект комитета по труду, занятости и соцзащите и британской благотворительной организации. Правда? Да, это был совместный проект, о чем говорила Наталья Григорьевна. И почему именно в железнодорожном районе? Потому что, надо сказать, что в этом районе около 600 человек, детей, молодежи, именно оказалось такое количество с ограниченными возможностями. Поэтому создать социальную передышку для наших родителей, для наших людей, вот именно послужила совместная организация этого отделения «Майский цветок». Сегодня то и дело мы будем говорить о сильных, слабых людях. Это невыдуманные истории жизни людей, которые живут рядом с нами. Есть материал к тему разговора, сразу после чего вернемся в студию и продолжим. Оставайтесь с нами. Инвалидное кресло для этой удивительной женщины не стало барьером. Любовь Русна, которая с 2009 года практически полностью парализована, невероятный пример любви к жизни и искусству. Ежедневно она демонстрирует мужество и настоящий человеческий героизм. Статус, который жительница Светлогорского района имеет в обществе, человек с ограниченными возможностями не имеет отношения к ее творчеству. Когда я уже перестала руками писать, то муж говорит, а попробуй ртом. Ну, так он как бы ради смеха. Ну, и я попробовала одну, вторую, третью, не получилось. Ну, а он со стороны, он видел, он говорит, извини, некоторые так руками, говорит, не нарисуют, как ты вот начал ртом. Ну, и потом через месяца три, испортив несколько картин, я стала лучше, лучше и лучше писать. Многие считают, что после заболевания талант художницы раскрылся по-новому. Любовь Руснак шутит, что это связано с появлением большого количества свободного времени. Взглянув на творчество этой стойкой и сильной духом женщины, можно с уверенностью сказать, что рисует она сердцем. Через картины Любовь Ивановна выражает свои самые искренние чувства и эмоции. Несмотря на то, что созданы они довольно необычным способом, без преувеличения это настоящие шедевры искусства. Главные герои сюжетов – любимый муж и дочь. К тому же на полотнах свое воплощение находят и удивительные по красоте пейзажи белорусской природы. Не забывает женщина и свою родину Молдавию, где провела детство. Главное – это, наверное, яркость. Чем ярче картина, тем мне даже самой как бы на душу. Ну, а черпаю вдохновение в том, что пока я рисую, я не думаю, что у меня там руки, ноги не работают, то есть голова полностью отвлекается. Ну, и меня вот даже подруги мои не знают, что если я рисую, меня о чем-то спрашивать – это бесполезно. Я вся там в картине. Любовь Руснак рисует с детства. После переезда в деревню Печище начала преподавать в местной школе. Художница считала очень важным возможность передавать свое мастерство детям и учить их преодолевать жизненные барьеры. Я вообще считаю, что все люди умеют рисовать, и дети в том числе. И когда ребенок у меня очень часто мог на уроке сказать, я не умею рисовать, я не буду это рисовать, то я всегда говорила, поверь, если ты хоть чуть-чуть подумаешь о том, что ты это можешь, у тебя обязательно получится. Несмотря на то, что руки хозяйку не слушают, Любовь Руснак создала около 200 картин. Более того, на ее счету многочисленные выставки в Светлогорске и Гомеле. Так просто человек не занят ничем, а такое есть цель к чему-то, и стимул какой-то, вот надо это, вот где-то что-то выставка есть. Я не зацикливалась на этой болезни, да и сейчас я стараюсь не зацикливаться, потому что если зацикливаешься, приносишь боль в первую очередь себе, а самое главное – к окружающим. И если все время ныть, и к тебе, как говорится, люди не подойдут. Своим примером Любовь Руснак демонстрирует силу духа и стойкость человеческого характера. Несмотря на сложные жизненные испытания, она продолжает заниматься любимым делом и доказывает, что в жизни нет ничего невозможного. В эфире Гомеле, это студия на Пушкино-8, и мы продолжаем. Еще один по-настоящему уникальный пример в тему разговора – гостья нашей студии Светлана Лапо, несмотря на первую группу инвалидности. Этот чудесный человек организовал в Гомеле многотысячную группу «Волонтерское движение по защите бездомных животных». Света, давай вспоминать, как все начиналось? Начиналось все спонтанно. В принципе, еще будучи ребенком в интернатном учреждении, в Речице, всегда собирали котиков-собачек, которых спасали, которым дарили свою заботу, любовь нам хотелось в каком-то заботиться. И когда уже закончила интернатное учреждение, попала в дом семейного типа, опять же, благодаря Линде Уолкер, там столкнулась с такой ситуацией, когда спасали собаку, и, к сожалению, не нашла в Гомеле ни от кого помощи. И вот так вот возникла идея о том, что хотелось бы все-таки что-то организовать и помогать животным Гомеле. Кстати, снимки в тему разговора – это твои четвероногие друзья, я так понимаю, а это уже ребята-волонтеры. Деятельность, да. Это первые годы, это в Майском цветке на работе, где Майский цветок – это то место, где я проработала 10 лет, вот вы говорили 10 лет, Майскому цветку уже будет 12 лет, и 10 лет я там проработала секретарем, за что очень-очень благодарна, очень многому научилась, потому что я туда пришла практически с интернатного учреждения, я попала в семейный дом и совмещала жизнь проживания в семейном доме и работу в Майском цветке. И очень многому научилась. Света, и все же, если все-таки еще вернуться к волонтерской деятельности, которая уж очень активно ведется у нас в регионе, и все мы понимаем, что чья это заслуга, тогда ты могла представить, что не самый мобильный по состоянию здоровья человек может собрать вокруг себя столько людей? Сколько сегодня в вашей группе ВКонтакте волонтеров? В группе ВКонтакте около 16 тысяч уже человек. Да, то есть когда мы начинали, у нас было 3 человека, мы создавали группу и так подтягивали команду. Но ты задаешь себе иногда вопрос, как так произошло? В какой-то степени, наверное, задаю, потому что очень сложно организовать команду вокруг себя, имея инвалидность в наше время. Но, в принципе, хочу сказать, что я свою инвалидность не замечала никогда. То есть для меня было немаловажно вливаться в среду людей, не только инвалидов. То есть я себя, в принципе, ощущаю полноценным человеком. То есть та безбарьерная среда, которая есть, есть меня как человека ходячего, она вполне устраивает. Но есть свои нюансы, конечно. На сегодняшний день, анализируя так, 5 лет назад, когда я волонтерство начинала, создавала, ну, не знаю, не могу так вот конкретно ответить, но, наверное, не представляла, что может быть все таких масштабов, как сегодня. Возвращаясь к разговору о безбарьерной среде, твой вывод и, наверное, совет, все-таки безбарьерная среда, она зависит еще от нашего настроения и ощущения. Да, безусловно. То есть мы те, кем мы себя представляем, если мы будем сидеть все время и говорить, я инвалид, я ничего не могу, то есть мне все должны, все обязаны, ничего абсолютно не будет. То есть ты будешь сидеть и ждать, когда тебе что-то, кто-то что-то сделает. До 18 лет Речицкий дом-интернат. После дом семейного типа в Климовке. Это все про Светлану. Чем запомнился, Света, этот период жизни? Когда заканчиваешь интернатное учреждение, у детей-сирот, у детей с инвалидностью огромная паника, потому что ты не знаешь, что тебя ждет, ты не знаешь, примет ли тебя какое-то учебное учреждение дальше. Примет ли тебя это суматошное общество, в которое вообще в жизнь, да, на тебя смотрят как на инвалиды, как на человека с физическими недостатками. И у тебя в буквальном смысле слова паника. И когда есть такие дома, как в Климовке семейный дом, это очень много значит, потому что ты попадаешь в домашнюю среду обитания, то есть там, где тебя окружают любовью, заботой, где тебя учат обычным навыком стирать, убирать, готовить, что немаловажно. Когда ты выходишь из интернатного учреждения, ты этого ничего не умеешь делать. И я могу сказать от себя лично, что на тот период, когда я попала в Климовку, я реально не умела ничего делать. Климовка, ну, дала такой толчок в жизни огромный, потому что там всему я научилась и приобрела, наверное, вот ту смелость, которую я имею сегодня. Александр Васильевич, и вот важную мою тему затронули, правда? Социализация инвалидов, выходцев из домов-интернатов. Что сегодня делаете для того, чтобы люди чувствовали себя достойными участниками этой жизни? Ну, что касается социализации молодых инвалидов, инвалидов, значит, надо сказать, в первую очередь, о работе наших территориальных центров в районах администрации города Гомеля. Вот там проходит та учеба, то занятие, реабилитационные эти курсы или же кружки различного рода, которых создано более 160 кружков в области у нас. Вот поэтому там находят себя молодые инвалиды, общаются, они дружат между собой. То же самое, так сказать, получают и в какой-то степени оздоровления. Но вот эта работа территориальных центров в последние годы заслуживает особого внимания. Я знаю, что ты перечеркнула многие стереотипы, и за это тебе большое спасибо. Один из них, то, что инвалид с проблемами в передвижении не может управлять автотранспортом. Не так давно закончила автошколу. Да, я не так давно закончила автошколу. АПЛОДИСМЕНТЫ И сейчас на стадии экзаменов. Я надеюсь, что я скоро буду водителем, получу права. Я об этом очень давно мечтала. Но мечтала. И как многие говорили, хочу, хочу, хочу. Но пока я не начала двигаться, я пока не начала... Пока не столкнулась с тем, что медкомиссию нужно было пройти. Очень был интересный момент. Но это не самое сложное, наверное. Это было не самое сложное. Но когда я столкнулась с тем, что у нас одна автошкола на всю Республику Беларусь, вот это был шок. Эта школа находится в Минске, это частная автошкола, спецавтомастер, где очень хорошие преподаватели по вождению. И когда я столкнулась, что в Гомеле теорию нужно проходить отдельно, в Минске практику отдельно, и теория в Гомеле стоит достаточно дорого. И только лишь одна школа, государственная АУК, это автомобильный учебный комбинат Гомеля-АвтоТранс. Но меня больше интересует другое. Ты ездила на протяжении нескольких месяцев на занятия в Минск. На протяжении трех месяцев я каждые выходные, совмещаясь с работой, я ездила в Минск. То есть получается, что обучение инвалидов обходится гораздо дороже, чем обучение обычных людей, потому что ты вынужден ездить каждые выходные, либо на протяжении месяца, двух, в Минск, находить проживание, оплачивать практику, отдельную теорию. И все же здесь важен, по-моему, совершенно другой пример. Пример Светланы, правда? Александр Васильевич, а ведь много людей с инвалидностью сегодня в области ведет активную трудовую деятельность. И это тоже важно? Ну, органы социальной защиты все-таки работают в этом направлении. И мы даем возможность и предоставляем возможность работать людям с ограниченной возможностью. Я скажу, что за 2015 год трудоустроено 260 инвалидов. И создана бронь для инвалидов, где воспользовалось около 60 человек этой бронью. Но все-таки есть проблемы в этом плане. И в целом, наверное, в республике, и в нашей области. Чего они больше касаются? Не все наниматели хотят брать инвалидов на работу? Конечно же, наниматель выбирает сегодня здорового человека, который дает отдачу с наименьшими затратами и с большей, как говорится, отдачей физической. Поэтому в этом плане помогает, может, в отдельной части бронь. Но сложности есть в плане работы нашим людям с ограниченными возможностями. Валентин Павлович, чем необычно, с виду обычное предприятие-светотехника, которое работает в Гомеле? Ну, насколько оно необычно или обычно, тяжело говорить. У нас на предприятии работают 220 инвалидов по зрению непосредственно в Гомеле. И 57 человек работают в городе Мозыр. Это филиал у нас. Мы, кроме трудовой деятельности, как бы занимаемся еще и реабилитационной работой, как бы являемся социальным партнером государства в этом отношении. Обучаем инвалидов. У нас есть центр реабилитационный свой в городе Гомеле, где мы обучаем инвалидов по зрению, всем навыкам, чтобы вот как раз был реабилитирован, создаем ту безбарьерную среду, когда человек чувствует себя независимым от других. Обучаем полностью, чтобы человек мог обойтись в домашнем обиходе. У нас в центре работают все специалисты, которые обучают, они сами инвалиды. И им проще, как бы, когда мама... Равный обучает равного. Да, равного обучают. И когда мама вот приводит молодого, допустим, парня или девушку, ну что, родители, мы все и беспокоимся за ребенка, колотимся, боимся, что он получит ожог. Ну, мало ли что может произойти. Но ведь это производство и тоже опаские могут быть. Нет, здесь я не об этом речь. И когда мама приводит такого ребенка, как мы говорим, он на самом деле чувствует себя инвалидом. Проходит месяц, и человек психически меняет свое отношение к жизни, он становится активным, потому что мы ему обучаем самостоятельно без мамы, папы ходить, самостоятельно готовить пищу, там, пользоваться литературой специальной, петь, танцевать. Я говорю, что касается производства, сейчас мы вернемся. Это ведь тоже такой тонкий момент. Ведь инвалиду не всякую работу можно поручить в плане безопасности? Или любую? В принципе, инвалиды по зрению могут делать любую работу. Но для этого должны поработать специалисты, технологи, конструктора, создав условия, которые обеспечат безопасность. Я, для примера, в советское время, для компьютеров в Ленинграде, в советское время, платы для компьютеров делали именно слепые. Потому что они не зависят руки у слепого, наверное, больше память имеют, чем зрительную память, здоровый человек имеют. Технический прогресс, передвижность, и человек с отверткой не конкурент. И та продукция, которую мы выпускаем, она становится неконкурентно, способна на рынке труда. И все же о продукции. Что сегодня готовит к продаже светотехника? Это большой спектр продукции. Сегодня все светильники люмисцентные. Любые. Домашние обихода, производственные, уличные светильники. Пожалуйста, в городе Омель, наверное, у нас уже процентов 20 установлены светильники, которые произведены руками инвалидов. Торшерные светильники, садово-городный инвентар, опрыскиватели, сиденья. Вот стадион в Омельске оборудован. С 2007 года ни одного сломано сиденья. Это тоже сделали инвалиды. Качественно, потому что делали из души. Качественно, да, абсолютно. И сегодня на перспективу, как бы смотрим туда, Россия готовится к чемпионату мира по футболу. Ну и нас восприняли как партнеров серьезных, которые мы можем обеспечить на стадионах именно современные, хорошими сидениями. У нас по Белоруссии Минск арена. Это как бы такого международного масштаба. И тоже сиденья вашего предприятия. Да, это сиденья нашего предприятия. Баты стадион. Ну, крупных объектов, которые именно наши работники, даже с монтажом инвалиды, это сделали нашими руками. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот я сейчас слышала предыдущего оратора. Было очень приятно слушать о том, что люди с ограниченными возможностями имеют именно вот эту возможность трудиться и приносить пользу обществу. Ну и кроме того, они... Самореализовываются. Да, самореализовываются и повышают свой материальный уровень. Вы же сами понимаете, что инвалиды сейчас в материальном плане не особо так богатые люди. Вот в частности у меня дочь заканчивает лицей лёгкой промышленности. Она аутист. И у меня сейчас возникнут, конечно, вопросы с трудоустройством. Она швея. На первый момент действует программа по трудоустройству и реабилитации таких детей. И, может быть, где-то практику она и пройдёт в определённых каких-то местах. Год пройдёт. И что потом? Александр Васильевич, вот у нас есть шанс прийти к вам и попроситься, чтобы вы помогли нам трудоустроиться. Я уже говорил на эту тему о том, что есть проблемы, всё-таки большие проблемы с трудоустройством. Но у нас есть организации, сегодня представитель «Светанок» наше предприятие. Но есть организации «Випро», есть «Рубин». То есть около пяти организаций, где работают инвалиды. Мы будем так сказать сегодня, что тесно связываться с этими организациями. Это швейное производство, да? Да, именно швейными производствами занимается вот названная мной организация. Швей, значит, упаковщики, клейщики. Ну, вот такие вот работы, которые выполняют люди с ограниченными возможностями. По возможности постараетесь посодействовать? Будем содействовать. Кладею, кладею. Я хотела бы дополнить и поднять тему трудоустройства молодых людей с интеллектуальными ограничениями. Не секрет, что достаточно это большая группа в нашем регионе. И тоже наниматели очень боятся брать эту категорию. Хотя требуется подготовительная работа. У нас ещё не развита такой институт сопровождаемого трудоустройства, да? И вот для этой категории это очень важно. Если им немножечко помочь на первых этапах, они становятся очень-очень надёжными работниками. Вот, поэтому я бы хотела, чтобы мы тоже вот об этом подумали. Сопровождаемое проживание и трудоустройство. Вот это и Климовка, о которой мы говорили ранее. Но находясь в других регионах нашей республики, мы уже, нас уже знакомят вот с другими объектами, где строят рядом с интернатом домики, где проживают уже и готовы к самостоятельной жизни вот эти люди, которые обученные уже, или уже подготовленные, наши люди с ограниченными возможностями к такому проживанию. Хотелось бы от всех людей в мире сказать, вот именно вам, людям таким, которые создают такие организации, человеческое большое спасибо. Вот, ну, вы даёте возможность инвалидам почувствовать себя такими же людьми, как и все. Я, пожалуй, вернусь к теме трудоустройства. Я хотела бы сказать большое спасибо Линде, опять же таки, да, мы о ней уже говорили ранее. Линда Волкер, британская благотворительная организация. Линда Волкер, да. Огромное ей спасибо. Она дала мне, так сказать, работу с ребятами, вот, заниматься на компьютерах. Вот, я помогаю им. И это для меня большой рывок, так сказать, начало. У нас два новых компьютера, и на сегодняшний день Яна, наша воспитанница, пробует себя, как педагог, работать с ребятами. Пока в качестве волонтёра, но я надеюсь, в ближайшее время она будет уже полноценным работником. Уважаемые друзья, мы сегодня затронули очень важное и где-то даже проблемное, острое темы. И это здорово, это тоже говорит о том, что мы хотим, чтобы ситуация двигалась в нужном направлении. Сегодня государство делает, безусловно, очень много для того, чтобы помочь этим людям чувствовать себя достойными жителями каждого из городов. И всё же, что ещё необходимо для того, чтобы жизни людей с ограниченными возможностями сделать по-настоящему без барьеров, самых разных барьеров? Светлана. О инвалидах стали больше говорить, стали больше средствам массовой информации уделять внимание. И это немаловажно. Это, будем говорить, такая большая работа, государство в том числе. И то, что создаются условия по безбарьерной среде, то, что создаются рабочие места, это тоже очень огромная работа, которая должна продолжаться, которая не должна ни в коем случае останавливаться. И зачастую инициатива должна исходить от самих людей с физическими недостатками. К этой теме надо походить каждому, не быть безразличным, наверное, на каждом уровне, беседуя, вот когда с инвалидами-колясочниками, то они, говорят, вот заезжают в Германию, ну, будем так говорить, чувствуют, как рыба в воде. То есть они хотят сегодня, чтобы не было этих препятствий ни на тротуарах, ни на дорогах, чтобы не было препятствий ни в одно учреждение, вот, культурное учреждение или учреждение спортивного направления. Сегодня зрители говорили о том, что надо делать больше подъемников, для того, чтобы подъемных механизмам и в автомобиле, и в железнодорожном транспорте. Сегодня очень многое делается в республике, для того, чтобы человек комфортно себя чувствовал и мог на железнодорожном транспорте. Специальные вагоны создаются сегодня. Я полностью с вами согласен на той части, что касается инвалидов, что они не должны себя чувствовать инвалидами. Они должны прежде всего чувствовать в обществе людьми. Сегодня мы, наверное, на том начальном пути, наше государство в частности, когда поняли, что нельзя создавать для этих людей, их немало, создавать такие резервации, где они находятся. Выйдя в общество, показал себя с наилучшей стороны, люди совершенно по-другому начинают относиться к инвалидам, понимая, что никто в жизни не застрахован от того, что сегодня он здоров, а завтра может стать инвалидом. Хотелось бы, конечно, чтобы таких людей было меньше, и дай Бог всем здоровья. Я знаю, что в нашем городе живут очень добрые, отзывчивые люди, но зачастую они просто не знают, как показать свою доброту. И когда они видят человека на коляске, или нуждающегося в какой-то помощи, они просто стесняются предложить эту помощь. Поэтому я хочу сказать, что не стесняйтесь, и всегда на ваше предложение откликнуться. Не стесняйтесь быть добрыми. Тем более, что добро возвращается. Это 100%. АПЛОДИСМЕНТЫ Что, что были наши выводы? Сделайте свои. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии, на Пушкина 8. До скорого. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...